Дмитрий Побединский Дмитрий Побединский За ушной раковиной и слуховым проходом находится барабанная перепонка. За ней располагаются специальные косточки, которые передают звуковые колебания в улитку внутреннего уха. Она заполнена специальной жидкостью и по всей ее длине находятся специальные волосковые клетки. Они продолговатые и из них растут жгутики, так называемые стереоцилии. И именно благодаря им мы и слышим. Как же это работает? Колебания барабанной перепонки косточками передаются в улитку, отчего в жидкости внутри нее бегут звуковые волны. Эти звуковые волны вызывают колебания стереоцилий, ну словно это водоросли на морском дне. Ну а движение стереоцилий открывает и закрывает проводящие каналы в волосковые клетки, по которым в них поступают заряженные ионы из жидкости. Ну а далее, если упростить, появившийся заряд возбуждает окончание нервных клеток, ну и сигнал устремляется в мозг по слуховому нерву. Вот такая вот длинная цепочка преобразований осталось понять, есть ли там слабое звено. Пожалуй, самая хрупкая часть – стереоцилии. Эти жгутики могут ломаться, запутываться, и это приводит к частичному открытию ионопроводящих каналов. Из-за этого начинается ток ионов и возбуждение нервных клеток. Тогда мозг считает, что что-то звучит, хотя на самом деле звука нет. Звон в ушах называется тиннитус. Причем, если так хорошенечко повредить стереоцилий, его можно будет услышать не только в полной тишине. Есть несколько способов, записывайте. Например, после выстрела или взрыва может возникнуть оглушительный звон в ушах. После громкого концерта или наушников на полной громкости возможен тот же эффект. Некоторые медикаменты, в том числе и аспирин, могут приводить к повреждению стереоцилий. Да что уж там, с возрастом волосковые клетки могут перестать нормально функционировать, и это тоже приведет к усилению звона в ушах. Ну а что касается здоровых ушей, они могут слышать взлом в тишине по той же причине. В конце шумного дня чуть подзапутанные стереоцилии могут подзванивать вам в уши. Ну вот и все. И вот что интересно. В абсолютной тишине вы можете услышать даже так называемые соматические звуки. Биение сердца, движение суставов, да даже ток крови в сосудах. Слышать такие звуки в тишине это норма. Однако, если их громкость повышается, то это может быть опасным симптомом, и не стоит медлить с визитом к врачу. В любом случае, получается, что причина звона в ушах мы сами. Так что бережнее относитесь к своему слуху. Ведь если стереоцилии более-менее восстанавливаются, то вот клетки, из которых они растут, возобновить уже не получится. И вот что интересно. Может быть совсем наоборот. Звон есть, но мы его не слышим. Более того, с помощью высокочастотного звука можно даже определить ваш возраст. Давайте попробуем. Скорее всего, этот звук услышат все. Но давайте поднимем частоту. Если вы это слышали, вам, скорее всего, меньше 50 лет. Давайте еще увеличим частоту. Если вы слышите и это, вам меньше 40. Давайте поднимать частоту дальше. Не расстраивайтесь те, кто не слышал некоторых звуков. Они там действительно были. Просто с возрастом диапазон слышимых звуков сужается. Но почему так происходит? Дело в том, что по всей длине улитки клетки чувствительны к разным частотам. У основания клетки более чувствительны к высоким частотам, а у вершины к низким. Ну, то есть у нас внутри уха все, как на эквалайзере, распределено по частотам. И клетки, которые расположены ближе к основанию, подвержены большим нагрузкам. И в течение всей жизни мы их потихонечку лишаемся. Вот и получается, что с возрастом чувствительность к высоким частотам ухудшается. Но давайте попробуем по-другому подойти к измерению возраста. Будем увеличивать частоту не рывками, а плавно. Слышите? Тон увеличивается. Однако тише он никогда не станет. Дело в том, что это иллюзия, так называемый тон Шепарда. Серьезно, этот звук можно поставить на повтор, и он не будет казаться все тише и тише. Стыков не будет слышно, но тон все равно будет повышаться. И так чуть ли не до бесконечности. Так в чем же подвох? Секрет в том, что это не один тон, а смесь нескольких, которые действительно по отдельности повышаются. Однако, когда один тон доходит до верхней границы слышимости, его заменяет другой тон с нижней границы слышимости. Исчезновение и появление тонов сделаны плавными, так что в этой какофонии звуков не каждый заметит их смену. Вот и получается такой бесконечно повышающийся тон. Хотя на самом деле это только иллюзия. А иногда нормальному восприятию звуков мешает зрение. Послушайте, что я сейчас буду говорить. Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Скорее всего вы слышали ба-ба. А теперь я буду говорить вот так. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Скорее всего вы слышали да-да. Но в чем фишка? В чем особенность этих звуков? И там, и там звуковая дорожка была одна и та же. Просто во втором случае я подложил другую картинку. Ваши глаза видели, как я говорю «да-да» и бессознательно меняли восприятие звука. Это называют иллюзией макгурка. И она наглядно показывает, что в восприятии речи участвует не только звуковой канал. Как видите, порой мы слышим далеко не то, что звучит на самом деле. Звон в тишине, тишину при звоне, другие слоги, другую высоту тона. Да, наш слух не идеален, но все эти ошибки восприятия помогают лучше и быстрее воспринимать и обрабатывать звуковую информацию. Разве это плохо? А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Кстати, скоро у нас выходит новая передача, посвященная медицине. Не пропустите. И, конечно же, оставляйте в комментариях свои вопросы, свои пожелания по темам для следующих видео. Мы все смотрим, все мониторим, и в ближайшее время я сделаю выпуск как раз-таки на основе этих вопросов. Так что берегите свои уши, ну, для того, чтобы лучше слышать следующие выпуски. И спасибо за просмотр. Субтитры подогнал «Симон»!